Удивительный мир пингвинов Впервые встретившись с ними, путешественники посчитали этих птиц неуклюжими, но на самом деле пингвины те еще лавкачи. В свое современное название пингвины получили благодаря внешнему сходству с бескрылой гагаркой, представителем семейства чистиковых, исчезнувших с лица земли в середине XIX века. Передвигаясь по суше, бескрылая гагарка держала свое тело практически вертикально, а крылья служили ей ластами. Первыми европейцами, увидевшими пингвинов, были моряки из команды ласка-дагамы, правда, тогда они их посчитали гусями. В конце XVI века английские мореплаватели, также впервые познакомившиеся с пингвинами, но ранее неоднократно видевшие бескрылых гагаров, по незнанию решили, что и те, и другие птицы принадлежат к одному и тому же виду. И стали называть их пингвинами, имея в виду именно гагарок. Во избежание путаницы французский натуралист Джордж Уилья Клер Буфон, живший в XVIII веке, предложил впредь именовать этих южных обитателей маншотами, что соответствовало понятию неуглюжий. Но так как вскоре бескрылые гагарки вымерли, то предложенное бифоном разделение стало бесполезным. Сейчас это единственные в мире птицы, которые умеют плавать и при этом не умеют летать. Природа распорядилась так, что они куда лучше приспособлены к жизни в воде, чем на суше. Даже стрейнее глаз у них такое, что под надом пингвином ориентироваться легче, чем на открытом воздухе. Они быстро плавают, активно работая крыльями и поворачиваясь с помощью хвоста. Однако и на суше они способны выделывать забавные трюки. Так, например, для перемещения по снегу пингвины иногда ложатся на живот и скользят, как на санях, отталкиваясь крыльями. Таким же образом они могут спускаться по снежным склонам. Эти удивительные птицы в состоянии обойтись без пресной воды. Природа наградила их особыми железами, которые отфильтровывают из морской воды соль и выводят ее. Пингвины всегда откладывают всего одно яйцо. Высиживают его родители непрерывно, потому что из-за экстремального холода зародыш может перехладиться и погибнуть. Эти птицы питаются рыбой и ракообразными, которых проглатывают прямо под водой во время охоты. Примечательно, что иногда пингвины глотают кальку и мелкие камни. Ученые до сих пор не могут точно сказать, зачем они это делают. В основной версии камни им нужны для балласта, либо как жернова для перетирания и переваривания пищи. Казалось бы, пингвины живут только в Антарктиде, но это не так. Действительно, жесть пингвинов зависит от холодного течения, поэтому крупнейшие популяции пингвиней гнездятся в пределах Антарктиды и прилегающих островов. Но некоторые виды водятся и вдали от вечного холода. Пингвинов можно встретить в Австралии, Южной Америке и даже в Южной Африке. Всего в семействе пингвиновых 18 видов, и у каждого свой ареал и питание. Антарктида – это родина пингвинов. Сейчас популяция пингвинов в Антарктиде составляет около 12 миллионов особей – пяти видов. Самые крупные из них – императорские пингвины. Этот вид живет на льдинах вокруг антарктического материка и мигрирует на берег на период гнездования и выкармливания птенцов. Рост взрослой особи достигает 120 см, а вес – 46 кг. Императорский пингвин – наиболее известный вид. Именно с его образом связано общее представление о внешности пингвинов. Примечательно, что рядом с императорскими пингвинами другие птицы этого семейства не обитают. Другой символ – Антарктики, королевский пингвин. Он похож на императорского пингвина, но отличается меньшим размером и более ярким окрасом. Эти колоритные птицы облетают на отдалении от берегов Антарктиды. На побережье Антарктиды и ближайших островах внестится еще один распространенный вид – пингвин Адали. Они устраивают свои гнезда из камушков прямо на скалистом берегу, там, где нет льда. В строя гнезда птицы часто воруют камни соседей, из-за чего случаются настоящие драки. Может показаться удивительным, что холодолюбивые пингвины живут на самом жертвом континенте – в Африке. Но этому есть простое и понятное объяснение. Через все побережье Западного Кейпа проходит холодное антарктическое бенгальское течение. Оно формирует идеальные условия для представителей пингвиних. Здесь можно встретить очковых или ослиных пингвинов. Такое название они получили, потому что их колос похож на ослиный крик. Эти птицы гнездятся зимой, когда на суше низкая температура. Чтобы защитить яйца от перегрева, самка выбирает место с разложившимися остатками помета птиц и роет там небольшую нолу. В нее потом и откладывают яйца. Галапагостские острова – родина еще одного представителя пингвинах. Галапагостские пингвины – наиболее редкий вид этого семейства. Их численность – полторы тысячи особей. И вид находится под угрозой исчезновения. В побережье Новой Зеландии, южная оконечность Австралии и прилегающие острова – родина малых или голубых пингвинов. Это самые маленькие из ныне живущих представителей семейства. Рост этих птиц редко превышает 40 см, при весе не более 1 кг. Еще один житель Новой Зеландии – белокрылый пингвин, под вид малого пингвина. Белокрылого пингвина можно узнать по голубоватому оперению в верхней части тела и белоснежному – на нижней. Селятся эти птицы преимущественно на защищенных от ветра берегах бухт, на мысах и в пещерах. Среди всех пингвиньих Новой Зеландии особое место занимает желтоглазый пингвин. Его голова покрыта золотисто-желтыми и черноватыми перьями, а подбородок и горло окрашены в коричневатый оттенок. Название желтоглаза он получил из-за желтой полосы около глаз. Как у большинства пингвинов, спина желтоглазого пингвина черная, грудь белая, лапы и клюв красные. Примечательно, что именно этот вид строением тела ближе всех к вымершим предкам пингвинов. Желтоглазые пингвины, в отличие от большинства пингвиновых, гнездятся парами. Эти пингвины любят строить гнезды среди растений в громке океана. На языке аборигенов Новой Зеландии этот вид называется хойхо. Считается, что именно такой звук издает птица, когда кричит. Пингвины очень не любят одиночество, а потому даже море всегда держится группами. Во время же размножения образуют огромные колонии, численность которых достигает от нескольких тысяч до нескольких миллионов особей. КОНЕЦ КОНЕЦ